Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру с толпой земли. Сечение... Так, подождите. План-схема. Проходя по средней площадке, мы отмечаем, где будут располагаться стены, колонны, двери и контрафорсы. Для этого нам нужна подобная схема, чтобы понять, где нам размечать колышки и натягивать веревку. Это как если бы птица смотрела на церковь сверху. Именно. Общий вид. Трансепт. Алтарная часть будет длиной в 4 пролета. Хм. А что насчет центрального нефа? Центральный неф слева, а у него 6 пролетов. Хм. Хе-хе-хе. Задумался. Как я понял, трансепт будет шириной в 2 пролета, то есть весь собор будет в 12 пролетов длиной. Выглядит замечательно, но не слишком ли он маленький? Ага, вот так вот, значит. Ну давайте-ка вот так сделаем. Второй. Вы можете позволить себе сделать его больше? У меня едва хватает средств, чтобы вообще его построить. Перси Хамлея предоставит нам дерево и камни, но чем мы будем платить рабочим? Но только Господу ведомо, будет ли этого достаточно? Не думаю, что ты представляешь, во сколько это обойдется. А давайте-ка, наверное, оптимистично. Я точно знаю, во сколько это обойдется. Не более чем в 3000 футов. Последние несколько недель я подсчитывал годовой доход монастыря. И вот результат. Три сотни футов в год, и мы тратим все до последнего пенни. Продолжай. Покажи остальные черчежи. Ага, что у нас здесь? Боковая проекция. Представьте, что вы стоите в середине центрального нефа, глядя на стену. Вот что вы увидите. Это окна? Да, но это не все. Наверху расположен клеористорий. Аркада. На нижнем уровне располагаются колонны аркады. Они соединены арками, образующими пролеты между колоннами. Через арки можно увидеть окна бокового нефа. Можно продолжать? Да, да, конечно. Я просто задумался. Продолжай. А что продолжать-то? Подожди. Все пролеты аркады будут одинаковыми, заполняя всю длину здания. Апсида. Прямо посередине находится апсида. Я вижу, ты все очень тщательно продумал. Мне просто интересно. Как долго продлится строительство? Подумай, хорошенько. Ну, давайте, наверное, с вами выберем первый ответ. Смотря на сколько людей вы наймете. При услуге, что вы сможете позволить себе нанять 60 каменщиков, можно будет строить всю церковь одновременно, вместо того, чтобы строить, последовательно продвигаясь с востока на запад. Это займет примерно 8 лет, может 10. Хотелось бы, чтобы мои вышестоящие умели так же хорошо подсчитывать и продумать все наперед. Значит, нужно найти 200 фунтов в год. И если подумать, звучит не так уж плохо. Ты и сам очень хочешь построить этот собор, не так ли? Да, отец Прюор. Я хочу попросить вас назначить меня мастером-строителем. Почему? Так, интересно. Давайте, наверное, четвертый вариант возьмем. Потому что он хочет подарить людям надежду. Неужели? Тогда ответь мне на последний вопрос. Приближаясь к твоей церкви, какое изображение люди увидят на Тимпане? Над выходом? Судного дня, чтобы научить людей быть хорошими? Или рая, чтобы напомнить им о Божьем милосердии? Покажи им ад, чтобы они боялись совершать плохие поступки. А я бы предпочел увидеть деревья и животных. Давайте первое. Это будет обещанием лучшей жизни. Так что там будет изображен рай. Да. Милей, есть ли известия о моем брате? Нет, к сожалению, нет. Никто о нем не слышал после того, как здесь побывали епископ и Перси Хамлей. Папа! Папа! А внутри будут статуи? Статуи? Достаточно, дети. Вам пора пойти поиграть на улице. Отец Приор, да? Моя первая жена, Агнес, умерла и была похоронена без отпевания на неосвященной земле. Иногда человек строит часовню или закладывает монастырь в надежде, что в посмертии Бог вспомнит о его благочестии. Я задаюсь вопросом, может ли мое деяние защитить душу, Агнес? С тех пор Бог перестал требовать кровавых жертвоприношений, поскольку главная жертва уже была принесена. Урок, который мы должны вынести из истории Авраама, говорит нам, что Бог требует самое лучшее из того, что у нас есть, самое ценное для нас. Поэтому ты должен спросить себя, твое деяние – это самое лучшее из того, что ты можешь предложить? Да, не считая детей. Тогда будь спокоен, Том, строитель. Бог примет его. Договор найма. Давайте изучим. Договор, датированный 1 февраля 1136 года. Я, Филипп, из Гуинеда, в качестве представителя Кинсбриджского монастыря. Сим назначаю Тома строителя мастером-строителем для возведения Кинсбриджского собора. Монастырь обязуется предоставлять 200 футов ежегодно, исключительно для закупок материалов и для оплаты работы мастеровых. Скорость возведения должна быть приведена в соответствии с планами, согласованными с приором. Так, отлично. За свою работу Том-строитель и его семья получат собственный дом и право посещать общие трапезы в монастыре. Договор может быть изменен в соответствии с финансовым положением монастыря и допускает возможность дополнительной оплаты работы мастера-строителя. Подписи. Приор Филипп из Гуинеда и Том-строитель. Ну что же, ребята, все понятно. Сделка у них сделана. Вау. Стройка, что ли, уже во все идет? Действительно? Так, давайте-ка мы с вами... ...с мамой поговорим. Джек, помоги мне, передай Полу эти травы, хорошо? Но ведь он монах. Ты не любишь монахов. Оказалось, не все из них плохие. Строй, гримасу. Однако подумай дважды, прежде чем довериться кому-то из них. Ха, твой сын уже доверился мне. О да, я знаю, что строитель не его отец. И я знаю о тебе. Скоро не выкинут тебя из Кинбриджа, ведьма. Вот ты блюдок, а. А, вот и он. Поприветствуйте, Приора, как подобает. Оу, ну... Вы ведь знаете, что я просто следую воле Божьей. Приготовьтесь поднять колокол. Пусть Приор вами гордится. Что ж, ммм, спасибо. Иди, Джек, и не забудь о травах для Пола. Мама дала мне эти листья шалфея. Ну, конечно же, берем. Дыра в земле. Что-то ничего не активируется. Ладно, пойдемте тогда в проход. Так, а это у нас... Ага, брат Пол. Ну, давайте ему траву отдадим. Добрый день, паренек. Когда увидишь свою мать, передай ей, что боли стали сильнее. Думаю, теперь я готов согласиться с ее предложением. Кряхтит. Ох, никогда не становись таким же старым, как я, парень. Столько жить противно естеству. Давайте отдадим ему травку. Это от моей матери. Ох, благословит ее бог, парень. Что бы там ни говорил Ремиги, твоя мать святая. Что это? Колокол? Ты видишь отсюда? Колокол без собора? Иногда у твоего отца появляются действительно очень странные идеи. Наверное. А что такое колокол? Так, а это у нас кто тут едет? Простите. Ты, я тебя помню. Ты тот паренек, у которого нет отца. Вообще-то у меня теперь два отца. Правда? Да, Том Строитель и Джак Шербур. Я думала, что Строитель тебе не отец. Ну, теперь отец. Должна сказать, приор Филипп предупреждал, что овец будет очень много. Теперь я вижу, что он не преувеличивал. Ты тоже знаешь Филиппа? Знаю, именно из-за него я тут. Могу я узнать, где он? Он должен быть где-то тут. Очень занятой человек. Не волнуйся, вряд ли вам придется долго его искать. Правда? Ох, смотрите-ка, ребята, как ожила деревушка близ собора. Ммм, красота. Даже мельница заработала. Опа, а это что такое? Не понял. Будем продолжать преследовать их? Нет. Теперь мы знаем, где их искать. Хамли. Хэй! Хоу! И Уолтер. Что это за ребята еще? Посмотрите на его безумные глаза. Невозмутимый вид. Меня аж он пугает. Ваше Пресвященство, Уильям Хамли вернулся, чтобы встретиться с вами. Впусти его, Тимоти. Нам многое надо обсудить. Вы дали оптимистическую оценку стоимости строительства. Вы решили, что мотивом изображения на Тимпане Нового Собора будет рай. Вы уже давно ничего не слышали о Фрэнсисе, леди Алиена. Почему она хочет поговорить с Филиппом? Епископ Уолеран начал плести заговор против Кингсбережа. Вы закончили книгу первую. Вот оно как, ребята. Мы прошли первую главу с вами. Следующий раз в Столпах Земли. Узнайте, что случилось со мной и моим братом Ричардом после осады замка моего отца. Что ждет Кингсбереж в будущем? Столпы Земли. Сея ветер. Ну что ж, ребята. Как вы видите, пошли титры. А значит, что мы действительно прошли с вами первую книгу. Игруха очень-очень замечательная. Очень трогательные. Интриги. Заговоры. В общем, все-все, что нужно есть именно в этой игре. Ну, а я буду с вами прощаться. Надеюсь, в скором времени выйдет вторая глава. И мы ее обязательно будем вместе проходить и смотреть за событиями, которые будут в ней происходить. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!